Счет фактуру получили и чуть не упали в оморок. Гузель Рахимова и ее соседка по этажу не удомевают. Еще в прошлом году за две комнаты в общежитии на авангардной каждая из них платила за услуги ЖКХ по пять с лишним тысяч рублей. Февральская платежка повергла их в шок. В это месяце пришло 7300. Куда это годится? На 2000 повысил скварплата в месяц. На каком основании хотелось бы узнать. За горячее водоснабжение 2073 рубля, а холодная вода 418 рублей. Получается, мы кипятком моемся, что ли? Увеличилась плата в полтора раза. Это черным по белому напечатано в квитанции. Кроме того, квартплата Гузеля пришла из расчета четырех проживающих. Хотя в комнате общежития площадью всего 30 квадратных метров прописана только она и двое детей-школьников. Муж у меня гражданский муж. И здесь неделю может здесь жить, неделю может в командировке работать. В итоге плачу за четверых людей. Чтобы понять, почему квартплата повысилась почти на треть, Гузель обратилась в управляющую компанию. Оказалось, что повышение начислений на воду законное. 1 января 2017 года внесены изменения в 354-е постановление. Квартира, не оборудованные приборами учета, применяется в норматив с повышающим коэффициентом 1,5. Законом оказалось начисление дополнительной платы за проживание супруга Гузеля. Согласно изменениям в том же постановлении правительства России, за гостя, проживающего в квартире, хозяевам придется платить. Но при условии, если в жилище нет счетчиков на свет и воду. Но тут Гузель возразила. Уже не первый год жильцы всего дома пытались установить в своих комнатах приборы учета. А нам не дают добро. Спуститесь на первый этаж. У нас есть коммунальный отдел. Вы обсудите, где вам нужно установить приборы учета. Установите и сдайте на коммерческий учет и будете рассчитывать. Либо, если нет такой технической возможности, опять же, коммунальный отдел с выходом на место определит. И тогда вы не будете применять вам повышающих коэффициент. По словам Гузеля, вместе с соседями она уже писала коллективное письмо в управляющей компании с просьбой разрешить установку счетчиков. Тогда жильцам общежития отказали. Теперь они надеются, что благодаря вмешательству журналистов эта проблема благополучно разрешится.